Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Жанна, я парикмахер и колорист, также блондинка, поэтому я постоянно борюсь с желтизной с помощью тонирования. И вот с недавнего времени я решила вернуться к тонирующим шампуням. Это для тех, кто не знает, это шампуни, которые помогают держать холодный оттенок. И сегодня я буду вместе с вами тестировать новый шампунь от Матрикс, Матрикс Брасс Офф. Вообще изначально этот шампунь позиционируется как синий шампунь. Этот шампунь позиционируется как шампунь после сложных техник окрашивания, таких как Балаяш и Эмбре, которые позволяют убрать рыжие оттенки волос. Но у меня мои клиентки пользуются этим шампунем на регулярной основе блондинки. Именно этот шампунь мне нравится для блондинок, потому что он дает прекрасный пепельный цвет. Также из особенностей этого шампуня могу отметить то, что его применять нужно не чаще, чем раз в неделю, поскольку шампунь имеет под собой такое свойство, как накапливаться. То есть, если вы будете им достаточно увлекаться, то ваши волосы действительно старут серыми и немножечко забьются. То есть, для того, чтобы потом вернуть их в исходное вот такое вот желтоватое состояние, да, то вам придется, ну, наверное, недельки две, а то и три даже пользоваться. Я всем девчонкам, всем своим клиенткам говорю, что чтобы за две недели они не пользовались данным вот шампунем, да, чтобы они ничего со своими волосами не делали, и потому что потом достаточно проблемно попасть в цвет, когда шампунь дает свой достаточно интенсивный пепельный оттенок. Этот шампунь применяется по определенным правилам, то есть, мы им не просто моем голову, да, а мы намыливаем волосы и оставляем на 5, 7, 10 минут, в зависимости от того, насколько ваши волосы осветлены. Если у вас рожеватые волосы, то этот шампунь классно уберет вашу рожену, только оставлять нужно больше, чем на 10 минут. Маска бросов, но, на мой взгляд, она немножечко слабовата. То есть, самое активное, самое сильное вещество, это непосредственно Матрикс бросов, поэтому я сейчас иду мылить голову, надевать перчатки, и будем с вами его применять. Итак, для начала я намылила голову обычным шампунем, у меня это Редкин, и сейчас я буду смывать этот шампунь, который мне позволил очистить именно все загрязнения, и буду наносить Матрикс бросов. Итак, я уже помыла голову, поэтому сейчас будем выливать. Видите, он такой темно-темно-синий, но, девчонки, не пугайтесь, что он такого цвета, потому что вы такой фиолетовый точно не будете. Вообще, я привыкла, если честно, мыть голову вниз головой в ванной. Ну, вот такая я человек, не могу ничего с собой поделать. Вниз головой мне намного удобнее мыть. У этого шампуня очень приличный, очень большой расход будет, поэтому учитывайте это, пожалуйста, потому что наносить его реально нужно очень и очень густо, абсолютно не жалея. Видите, какая я сразу синенькая становлющая. Главное, не бояться наносить и в панике не бежать смывать, потому что, если вы смоете через минуту, то он просто еще не успеет подействовать. Итак, я уже подержала шампунь, положенных 10 минут, и сейчас пойду смывать ярко-фиолетовые переливы. Сейчас уже вам буду показывать результат в сухом виде. Также хочу сказать о том, что шампунь достаточно легко распределяется, но не забывайте надевать перчатки, потому что вы потом рискуете оказаться с такими синими пальцами, как у меня. И еще, если у вас какой-то светлый маникюр, нюдовые тона, белый маникюр, то будьте осторожны. Я надела на себя парикмахерскую накидку для того, чтобы не заляпаться, поэтому сейчас идем уже смывать. Итак, вот такой вот результат у меня получился. Безусловно, лучше всего люк оттенок на тех участках, где у меня волосы были осветлены порошком. Конечно же, такое средство лучше всего подходит для порошкового блонда, и с суперблондами оно настолько ярко и настолько интенсивно не будет работать. Но все равно, на мой взгляд, у меня корни стали немножко более холодного оттенка, поэтому в целом, шампунь, я довольна и планирую дальше регулярно пользоваться. Также я знаю, что в Matrix Brass Off имеется накопительный эффект, то есть если вы достаточно долгое время будете им пользоваться, то пепельный оттенок вас будет сопровождать. С качеством волос после шампуня я довольна, он их не сильно пересушил, да, и безусловно, все тонирующие шампуни, они немножечко волосы подсушивают, но здесь достаточно все мягко и деликатно. Единственный минус это, наверное, достаточно большой расход. Вот такой вот баночки в 300 мл мне хватит, ну, раз на 4-5, то есть в случае с большой длиной учитывайте, что также у вас может быть большой расход. Также должна предупредить, что поскольку в шампуне есть краящие элементы, производитель рекомендует сделать тест на аллергию за 48 часов, поставить капельку шампуня у себя за ушком и проследить свою реакцию. Но ни в коем случае не пренебрегайте этим правилом. Вот такой вот у нас был тест-драйв, коротенький. Надеюсь, что вам понравилось. Я в целом довольна результатом, который получился. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok